Новый город, да? Я впервые за 8 лет, а Надя вообще впервые за жизнь. Ой, блин, время 3 часа ночи. 2 часа нам где-то куковать, пока откроется метро там. Сейчас вот будем менять деньги там, забирать чемодан и все, это бытовухой этой все заниматься. Таспортный контроль прошли, из аэропорта прям, какая-то сонная, из аэропорта прям вот на метро едем в наш отель, потом еще немножко пешком, хотя по прямой там всего 6,5 километров. Вот есть, в метро есть вагоны общие, а есть для женщин с детьми, вот такие розовым отмечены значок. В общем, делаем метродную пересадку, кстати, 19 купили серебряные карты за 25 дирхам, и 6 дирхам стоит карты, 19 на счету остаются, это примерно на 6 поездок. Мы наконец-то в отеле, кинули вещи, смотрите, какая елочка. Вот сейчас вы не спустимся, где уже замученная все, да? Вот. Сейчас мы поедем в Марина Мол в другой конец Дубая, за 30 километров на метро, но сначала перекусим. То, что у нас отель классная пятерка, да, вроде бы, но он находится в таком районе, вот какая-то кафешка. Вот, сюда мы хотели? Давайте зайдем в эту кафешку, мы еще позавтракаем, и, в общем, я покажу вам этот район. Ребята, вот мы очень быстро, Надя хотела попробовать индийскую кухню, вот мы случайно ее очень быстро нашли. В меню только завтраки, в основном вот это вот два вида мяса, я взял вот мясо, это 24... Завтраки это с утром, потому что? Это, ну да, да, утром, 24 дирхама, курс 3,67, ну 3,7 в общем, умножаете 24 на 3,7, ну, в принципе, дороже, чем в Турции. Вот, омлеты, в общем, от 5 до 10 долларов стоит покушать более-менее нормально, дороже, чем в Турции, да, в разу-два дороже, чем в Турции, даже вот в такой забегаловке. Цены выше, ну, салатики подешевле, вот, 6-7 дирхам, там, русский салат 13, вот, супы 12, 25, 14, то есть тоже где-то 30-400 рублей супы, вот, ну, как бы нормально. Да, наверное, более-менее. Сейчас посмотрим, что нам принесут. Какое-то мясо с бульоном и какой-то непонятный омлет, и все это стоит так нормально-таки. И лепешки, конечно, ну, не знаю, сейчас попробуем, выглядит не супераппетит, конечно. Два слова. Я просто не знаю, как это, что это, субпродукт. Вот какое-то мясо на косточке, да? Внутренности. Внутренности какого-то большого животного. Это прям вот даже не мясо, это вот жилки там, что-то тут такое. Но бульон вкусный, на самом деле. И косточки, не косточки. Такой густой бульон. Ну, в общем, необычно. Конечно, что это, да. Очень вкусно. Мы покушали индийскую кухню. Вот мясо я брал, да, это бульон 24 дирхама, омлет 9, лепешка, 2 чая масала, безумно вкусных. И водичка 39 дирхам, это 165 рублей. То есть, примерно у нас 10-11 долларов, вышло на двоих. Довольно-таки неплохая цена, я думаю. Найди, негде. Смотрите, мы в метро сейчас Дубая, пересаживаемся зеленый на красную ветку. Непонятно, куда идти. На красную? Платформу. А, это платформа, а нам красная ветка нужна. Да, нам нужно спросить. А где спросить? Может, exit, наверх подняться и там пересесть? Может, где? Подожди, но платформа не все же тут присаживаются на соседнюю платформу. Может, реально на красную? Давай посмотрим. Пойдем. Идем в Mall of Emirates. То, что были в Marina Mall. Вот, купили клиенту Dyson. Вот, надеемся, что это у нас первый день. Надеемся, у нас еще будут клиенты на как раз под Новый год заказывать какие-то подарки себе и близким. Вот, у нас на сегодня второй Mall и на этом мы закончим. Здесь я поснимаю немножечко. Вот, Mall of Emirates, это самый большой. Один из двух самых больших Mall of Emirates. То есть, в Dubai Mall и вот этот. Самый большой, и этот самый старый, насколько я помню. Самый старейший, мол, в Эмиратах. В Дубае именно. Так что, сейчас посмотрим все. На Нансаре одна из самых выгодных по обмену. Смотрите, это Mall of Emirates. Все меняют деньги. Давайте я вам покажу. Ой. Блин, этот чемодан, конечно, это Dyson огромный. Вот, Mall of Emirates. Друзья, сейчас мы покажем вам наш суперэпичный номер. Этот номер вообще стоит того... О, мой гад. Стоит того, чтобы там заселиться. И провести несколько ночей. Номер 64. Пойдем искать. Куда? Не вижу. А где номера-то? Короче, происходит нечто невероятное. Я не спал почти 40 часов. Проезд сделал, наверное, раз 5-6 до сегодня. В дубайском метро. Обегал 2 Мола. И вот сейчас я еду в Дубай Мол. В районе Бабшин-Бурж-Халифа. И, короче, это сейчас невероятно. Я вам сейчас подробнее буду рассказывать эту всю историю. Когда это делаю дело. Конечно, заколебался идти от метро пешком. И теперь нужно искать этот магазин. Ну, будем искать, куда деваться. Осталось совсем немного. Песа, ребята, я уже на километра 2 прошел от метро по этому Молу. Но, блин, я, в принципе, иду в Вену. Увидел сейчас, наконец-то, указатель Apple Store. И все, сейчас я зайду туда, наконец-то. Первый раз я в магазин Apple попадаю. Тем более в Дубае. Вон я уже видел. Яблочко. Нихера себе там народу. Сейчас все там офигеют, короче, от того, что у меня есть. Офигеть, блять, ребят. Что творится в Apple Store? Огонь, да? Надо найти консультанта. Ребята, вот я сейчас нашел менеджера. Она сказала немножко подождать. Она прочекала мою паронь. У меня есть бронь на именно тот iPhone, который я хотел. Я в первый же день этого добился. Вот, смотрите, где сколько народа. Это какое-то безумие. Блин, презентовали телефон в сентябре, а народу тут жмала, короче. До всего мира. Вот, вообще, я жду, жду, жду. И сейчас повторяю сразу все вам поднимать. Можно сделать? Окей. Я не знаю. Мой. 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 Так, ребята, скрываю iPhone, наконец-то. Это было очень сложно. Это было напряженно. Окей, ес, гоу. Вот, экран показывать не буду. Вообще, такое все. Чуть-то случается. Это так. Спасибо большое. Вот сразу решил наклеить защитную пленку, чехол защитный. Вообще, по нуля. И я тут, конечно, работаю. На три дня приехал. Могу привезти вам все, что угодно. По хорошим ценам. Из Эмиратов. Турция. Уважаемые подписчики, я думаю, что у вас все-таки остался вопрос в голове. Как же все-таки я заполучил этот телефон, эту бронь в свой первый же день пребывания в Эмиратах? Это произошло совершенно случайно. Когда мы с Надей изъездили уже два мола. Marina Mall и Mall of Emirates. Я поспрашивал там в магазинах, о которых я уже вам говорил в предыдущих видео. Как купить iPhone. То есть там Virgin, iStore и прочее. Так вот, нигде в наличии не было. А если и были, то такие были цены дикие, что ну просто нереал. И в общем-то, когда мы сходили эти два мола, я уже отчаялся. Мы поехали в отель. И по пути, так как от метро идти до отеля 1,3 километра, как я уже писал тут. Мы решили зайти в ту же пакистанскую кафешку. Там я подключился к интернету. И в общем, есть группа, есть чат брони на iPhone в Эмиратах. Чат в Телеграме. Там парень, Миша, создал бот, повесил его на официальный сайт Apple и раздает там брони. И как только мы сели, вот, заказали еду, я открыл телефон. И тут же этот Миша пишет в этот чат, где 100 с лишним человек было на тот момент. Пишет телефон, который мы все ждали, в том цвете, который все ждут. Именно с тем количеством памяти, который самый-самый прям популярный. Вот, сейчас будет эта бронь. Я не знаю, я ему просто пишу уже, там, у меня два аккаунта в Телеграме. Пишу там со второго, у меня первый заблокирован был из-за там рассылки объявлений. Я пишу ему. И все, я беру, короче, не знаю, какое там, но я беру. А я до этого ему писал, что я хочу там Pro Max 256 фиолетовый. И я его беру. И он такой выкладывает как раз в этот же момент. Это все было за несколько секунд. Он выкладывает объявление фиолетовый 256 Pro Max 14. И мне сразу все, отдаю, говорит, тебе бронь. И мне еще пять человек, говорит, сразу написали. Все. И я взял эту бронь. И он мне уже скинул инструкции, как забрать. И бронь, конечно, платная. Но там совсем немножко я ему заплатил. Там несколько тысяч рублей. Уже после того, как я забрал телефон в магазине. Я скинул ему на карту Тинькофф деньги за эту бронь. Вот умные люди творят чудеса такие. Вот. То есть вешают бронь и зарабатывают. Вешают, вернее, бота на сайт Apple и зарабатывают на этом. Продолжение следует...